Сейчас я вам покажу упражнение, которое вам будет очень полезно. Оно поможет синхронизации действий пальцев левой руки с оппозиционной растяжкой и, в принципе, с подвижностью пальцев левой руки в целом. Упражнение называется лесенка. Начнем с самого базового уровня этого упражнения. Вам нужно подготовить два пальца. Разрабатываем пальцы по парам. Начнем с первой пары, это указательный палец и средний. Ставим указательный палец на гриф таким образом. Указательный палец зажимает первую струну, первый лад, средний палец зажимает вторую струну, второй лад. У нас получилась вот такая вот ступенька. Вам нужно обратить внимание на постановку левой руки. Пальцы должны стоять достаточно точечно, то есть средний палец не должен заваливаться, иначе он заглушит звук первой струны. Так как это упражнение на левую руку, правой рукой вы можете озвучивать получившиеся звуки любым образом. Можно играть щипком, если вы уже умеете это делать, можно играть по очереди эти звуки. Как перебор. Можно сыграть большим пальцем правой руки, просто ударом вниз. Ваша задача следить за качеством звуков, которые у нас получаются. Итак, выстроили первую ступеньку. Озвучили. Если все хорошо, если звуки четкие, качественные, то идем дальше. Нам теперь нужно поменять положение пальцев. Средний палец уходит на струну ниже, а указательный палец идет на струну выше. Если вы можете это сделать синхронно, классно. Если нет, то давайте еще рассмотрим, какие действия нужно сделать. Сначала мы опускаем средний палец. Наша задача отпустить средний палец и в воздухе сохранять его как бы натяжение. Не должно быть такого, что вы сняли средний палец, поставили его на струну ниже, и он стоит где-то в начале лада или в середине лада. Ваша задача, чтобы в воздухе он уже готовил нужную позицию, то есть он стоял максимально близко к порожку. И вам осталось просто его немножечко опустить, чтобы он зажал нужную точку. Потом то же самое делаем с указательным пальцем. Мы его поднимаем, при этом расстояние между указательным и средним пальцами остается как было на грифе. Указательный палец подняли и просто опустили в нужном положении. Правой рукой теперь этот интервал нужно озвучить. Если вам это движение кажется легким, тогда ваша задача в воздухе научиться сохранять положение растяжки максимально точным. Помните, когда мы занимаемся растяжкой, и не важно, что вы растягиваете, ноги, руки, спину или пальцы, мы все делаем максимально медленно. Потому что иначе это может быть травматично, даже если мы работаем с такой маленькой рукой. Это упражнение нужно будет в данной связке сыграть несколько раз. Раз, и поменяли, два, и поменяли, три, и поменяли, четыре, и, и так далее. Так как указательные средние пальцы самые развитые на руке, можно немножко меньше внимания им уделить. Остальным парам пальцев внимания понадобится больше. Следующая пара пальцев это средний и безымянный. Средний палец мы ставим на первую струну, второй лад. Безымянный палец тянем на вторую струну, третий лад. И делаем абсолютно то же самое. Поставили, аккуратно выстроили, смотрим, чтобы безымянный палец у нас не заваливался, не глушил первую струну. И теперь озвучиваем правой рукой получившееся положение. Меняем. Опять же, если можете это делать синхронно, круто. Если не можете делать синхронно, опустили безымянный палец. Тоже чувствуем натяжение безымянного пальца в воздухе, чтобы он не потерял позицию. И потом меняем средний палец. И тоже медленно это делаем и со счетом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И так далее. Переходим к следующей связке пальцев. Безымянный палец у нас остается на первой струне, на третьем ладу. И теперь тянем мизинчик. Мизинчик тянем на вторую струну, четвертый лад. Это самая неуправляемая пара пальцев. Безымянный он от природы, самый деревянный, но это такое его строение. А мизинец, он короткий, маленький, с одной стороны не очень управляемый, но с другой стороны сверхподвижный. И площадь соприкосновения со струной очень маленькая. Поэтому в данном случае вы можете помогать себе кистью. Вы можете кисть немножко выдвинуть вперед и локоть подвинуть ближе к корпусу гитары или туловищу человека. Выстроили позицию опять так же, чтобы мизинец стоял очень аккуратно и при этом, чтобы безымянный тоже никуда не сполз. И делаем то же самое. Поменяли. Раз и два и три и четыре и раз и два и и так далее. Если вам опция этого упражнения кажется очень сложной, то вы можете съехать с первой позиции грифа на более высокую позицию грифа, потому что здесь лады уже, и вам будет легче. И, соответственно, растяжка будет идти мягче. Помните, если вы чувствуете какое-то неприятное ощущение в руке, то лучше руку расслабить. И обязательно играем любые упражнения, и не только упражнения, только в теплом помещении и с теплыми руками. Начинаем с медленного темпа, и когда вы чувствуете, что разыгрались, тогда можно темп увеличивать. Теперь усложняем это упражнение. До этого у нас была как бы такая ступенька. У нас было два звука, был интервал. Теперь из этого интервала строим аккорд. У нас получается лесенка. То есть указательный палец ставим на первую струну, первый лад. Средний палец ставим на вторую струну, второй лад. И безымянный палец тянем на третью струну, третий лад. У нас теперь зажато три звука. Принцип упражнения остается таким же. Сначала нам нужно извлечь три звука, которые у нас уже есть. Третья струна, вторая и первая. Потом меняем положение руки таким образом, чтобы средний палец у нас остался на месте. И меняют свое положение безымянный палец и указательный. Безымянный должен спуститься на первую струну, а указательный уйти на третью струну. Эта часть упражнения более энергозатратная, поэтому еще медленнее подходим к нему. Отпустили лишние пальцы, потянули безымянный и поставили указательный. Обратно оставили средний, безымянный пошел на третью струну, указательный на первую. И опять вниз. Играем так несколько раз. Следующая часть этого упражнения. Мы теперь развиваем не указательный средний и безымянный пальцы, а средний, безымянный и мизинец. Делаем то же самое. Выстраиваем лесенку, но теперь от второго лада. Средний палец поставили на первую струну, второй лад. Безымянный палец тянем на вторую струну, третий лад. И мизинец ставим на третью струну, четвертый лад. Озвучиваем получившиеся ноты и меняем положение руки так, чтобы безымянный у нас не двигался. Мы просто кистью разворачиваем положение руки и дотягиваем нужные пальцы в нужной точке. Обратно. Поменяли. Еще. И последний раз. Отлично. Ну и следующий левел этого упражнения. Это у нас уже получается не лестенька, а целая полноценная прям лестница. Нам нужно использовать все четыре пальца левой руки. Выстраиваем по аналогичному принципу. Просто на каждый палец плюс лад и плюс струна. У нас получается, что задействованы четыре струны, четыре пальца и четыре лада. Такое положение может показаться сверхсложным. Поэтому здесь рекомендую сразу съехать на более высокие позиции. То есть мы можем выстроить то же самое от пятого лада. Здесь будет намного комфортнее. Итак. Ну первым делом мы выстроили нашу лестницу. Озвучили все четыре звука. И если все звучит качественно, значит мы уже много чего правильно сделали. Следующий левел этого упражнения. Нам нужно сначала заменить середину. То есть мы работаем сначала со средним пальцем и безымянным. Нам нужно их поменять местами по высоте. То есть сначала безымянный уходит на струну ниже. И средний поднимается на струну выше. У нас получается теперь такая позиция. То, что на первой струне у нас указательный палец. На третьей струне, на соседнем ладу, у нас средний палец. На второй струне, еще на следующем ладу, на седьмом, у нас безымянный палец. И мизинец зажимает четвертую струну восьмого лада. И теперь нам нужно лестницу до конца уже перевернуть. То есть мизинец уходит на первую струну, а указательный поднимается на четвертую струну. И теперь нам нужно вернуться в первоначальное положение. Тоже действуем по парам. Сначала разворачиваем средний палец и безымянный. Средний уходит на струну ниже, безымянный на струну выше. Озвучиваем, что получилось. Ну и возвращаем на место указательный палец и мизинец. И что у нас получилось? Лестница, повернули середину, докрутили лестницу до конца, опять повернули середину и вернулись в первоначальное положение. Это упражнение сверхполезно. Если вы будете играть его при разыгрывании, оно станет хорошей базой для развития ваших гитарных навыков.